Здравствуйте, друзья! Перед вами Лиза. Лиза приехала из Нью-Йорка, да? Вы живете там или вы еще откуда-то? Я там живу, да. Я там живу и работаю. Отлично. Многие высаживатели меня знают и узнают на улице. Слушайте, а можете так пройтись? Вот такая Лиза. Вот Лиза ведущая. И она будет вопросы задавать, да? Да. Вот так вот. Так все начинается. Слушайте, а когда наша программа выйдет? Пока не знаю, но летом. А, то есть не то, что через год? Да, нет. Хорошо, то есть есть шанс, что там ничего не случится, мы доживем и посмотрим. Абсолютно, да. Есть много шансов. Слушайте, а вы так напряженной жизнью живете, да? То есть вы ездите, ездите, ездите. Нет, я вообще веду новости каждый день, каждый божий день на протяжении 13 лет. Мама. Политически. Ой. Поэтому езжу я мало вообще. Понял. То есть у вас как бы отпуск получается? Да. Практически. Ну, поскольку мы снимаем по 15 часов в день, поэтому отпуск такой относительно. Мама. Так, друзья, вы видите громадный профессиональный ящик, в котором люди возят оборудование. А он такой чувствуется противоударный, да? Да. Так его не так просто не взять. Защитный, да. Да. Вот. А то, знаете, вот приходили, приходили ребята недавно с программы Абзац. Это на Украине есть там канал, называется Новый канал, и там есть программа Абзац. И вот они приходили, и я думал, сейчас придут с большой такой камерой. Мне хотелось с большой. А они пришли соотносительно небольшой. Я думаю, ну, наверное, так легче путешествовать, конечно. Да, так вот. А вот тут все по-настоящему. Смотрите, у нас тут. Вот, друзья, как нас серьезным чем-то таким снимают. А это как фотоаппарат, да? Это не видеокамера именно. Это фотоаппарат. У меня я писал видео. Так, значит, это у нас передатчик для микрофона. Так. Серьезно. Так. Это сменный объектив, да, это вот там? А то у меня такая кружка есть. Видели как-то, да? Такая тоже есть. Такая? Прям точно как вот эта кружка. Так. Вот. Так, подождите. Как у вас обязанности распределяются? Вот есть две камеры. А, вы снимаете на две камеры сразу? Да, это общий план, а это крупный ваш. А, понял, понял. И там объектив такой, чтобы можно прям... Да, там крупный. Понял, понял. Вот тут группа. Так. Это начальники со Светой беседуют. У нас продажа очень маленькая. Оно будет висеть буквально, если ему дать 20 минут, оно же будет... Лена, как называется передача, которую вы вели? Я вела? В Москве, да. Нет, я как продюсер работала... Как... Я извиняюсь, я неправильно сформулирую. Как продюсер. Ревизорра. Ревизорра, точно. Я пошел читать в интернете, там некоторые ругались, там вот и так как-то... Некоторые даже дрались. Я вам больше скажу. Да, да, написано, случай был. Были биты. Не единый. И не раз. Профессия такая, Света. Профессия такая. Конечно. Ну, за эту передачу вас не будет? Нет, за эту передачу. Нет, у нас тут тихо все. Ну, вот, и... Ну, страшно было очень, потому что не было никакой такой заградательной базы. И все, что ты делаешь, все криминал. Ну, то есть, вот буквально купил бумагу там, и сдать брошюр. Купить бумагу нельзя. Мы, друзья, перебазируемся внутрь нашей дачи. И здесь сейчас будет продолжение съемки. Буду снимать Светлану. А я вам издалека покажу маленький кусочек. Да, друзья, нам сейчас работники канала RTVI расскажут, что за канал такой RTVI. И я понял, что смотреть его можно за пределами Российской Федерации, да? Да, его смотреть за пределами Российской Федерации можно и нужно. Это канал, который вещает для русскоговорящих людей, проживающих за пределами России. Это порядка 47 стран. Это вся Европа, Канада, Америка и даже Австралия. И местами даже Новая Зеландия. И сейчас в это лето канал получит новое графическое оформление. Появится ряд новых программ, в том числе программы Лизы и Сока, которые мы снимаем. И будут новые студии, будут студии в Москве, в Вашингтоне, будут телемосты между Москвой и Вашингтоном, будут обновленные новости. То есть есть финансирование? Ну, пока что да. Пока что все не потратили, да. А это все онлайн будет доступно? Онлайн это будет доступно. Это делается, помимо того, что обновляется канал для телепоказа, появляется огромный диджитал-отдел, который будет стриминг, собственно. Ну, отлично. То есть стриминг будет сохраняться потом? Да, да. Каких-то, ну, кроме новостей, да, все остальные программы будут выложены, да. Просто сегодня, чтобы смотреть этот канал, надо на него подписаться, да? Или кабельный, или как он? Это как он входит в кабельный пакет «Картина ТВ», он входит, насколько я знаю, и входит еще на территории Америки, еще в какие-то американские, это можно конкретно уточнить, но в «Картину ТВ» он точно есть. И что-то, новости выкладываются и на сайте сейчас. Свет, вот твоя мама смотрит, да, у нее есть? Ну, у нее телевидение. У нее телевидение. У нее тоже есть этот канал. А у нее «Картина ТВ» или у нее? Нет, у нее «Артелляр», у нее так и называется. Прямо подписка на «Артелляр». Ну, он все равно в каком-то пакете, у нее что-то, да, в какие-то. Окей, наверное, вам, наверное… Что у нее на «Артеллах» написано «Артелляр». Да. Но это не российский, это американский международный русскоязычный канал. Потому что он «Айй» – «Интернешнл». Ну, это международный, на русском языке, для всех наших. То есть вы все живете в Нью-Йорке? Ну, относительно. Мы все, Лена живет в Москве, приехала просто на проект. Стажировка такая. Ну, извините, не стажировка, а работа. Да, да, да. Я живу здесь, в Мариен Каунте. Ну, сейчас тоже. Ой, да вы местная? Ну, да. Да, но приехала в Нью-Джерси работать. Вот наша программа. То есть вы раньше жили в Мариен Каунте, а уехали в Нью-Джерси? Да, пришлось поработать. Командировка. Командировка, да, длительная командировка. Понял. Мы командированные. Лиза живет в Нью-Йорке, а ребята, операторы, Павел живет здесь, в Сан-Франциско, Олег живет в Лос-Анджелесе. Да. То есть вы как бы... Мы собрали. Как-то здорово, что вы все здесь встретили. Да, да, да. Вы слетелись. Да, да, да. Как интересно люди работают, да? Ну, что же, хорошо. То есть, все-таки давайте еще раз сформулирую. Вот я живу где-то, ну, я не знаю, в Украине, в Киеве живу. Как я могу ваш канал смотреть? Ну, вот начиная с, я думаю, где-то с середины июля можно посмотреть на сайте rtvi.com. Вот, а в телевизионном эфире нужно иметь подписку либо на картину ТВ, либо на некоторые американские пакеты. И только таким образом. То есть у вас есть стриминг на вашем веб-сайте? Да. Бесплатно? Бесплатно. Да, пока что стриминг новостей, но с середины лета полностью обновится канал и появится стриминг в том числе и всех остальных программ. А нашу программу они как посмотрят? А нашу программу они посмотрят, она будет выложена на сайте, когда она выйдет в эфир. Так. И будет там храниться, собственно, в разделе. В архиве. Да, в архиве. А нам можно будет на наш канал скопировать? Я думаю, что если вы поставите права... Конечно, конечно. Зачем нам права? Нам люди. Да, да, да. Ну, права не нужны. Да. Я думаю, что без проблем. Ладно, спасибо. Лера, скажите, пожалуйста, вот можно сказать, что вы богемные работники какие-то? Работники богемы, там, мельфомены. Нет, мне кажется, мы эти... Как это? Шахтеры. Шахтеры, правда? Смех радостный. Ну, я хотел бы сказать, что люди духовные тоже вот... Едят. Кушают, да. И... Хотят. Редко. Правда? Ну... Но метко. Но метко. Тогда да, когда разрешают. В команде все. Выпускаются на обед. Вы знаете, что я посмотрел там немножко в интернете какие-то сюжеты вот с Леной. Там она где-то присутствовала. Фотографии немножко. И у меня такое ощущение, что вы сейчас гораздо менее напряженно вот как-то себя чувствуете, чем тогда. Как-то вы сейчас более такая расслабленная, нет? Это Америка. Это Америка. Это все расслабленные. Это Калифорния. Ну, как можно быть напряженным? Да. Ну, это правда. У меня, кстати, вопрос насчет того, насчет понтов, да? Понты сходят со временем. Вот мы с вами приехали в 90-м году, и у нас приятель уже здесь 10 лет жил к этому времени. Он, кстати, тоже согласился к нам приехать, хотя сейчас уже живет в Сакрамен. А, отлично. Он приедет, да. Он был начальником фактически всей нашей эмиграции, потому что он прислал приглашение моей сестре. Он был первым. Он прислал родителям и так далее. Он еще в конце 70-х приехал, да? Да. В 82-м году. И вот, значит, как раз мы приехали. А мы приехали какие-то дикие, напуганные вообще, с такими вот глазами все, что мы видим. А он как раз себе построил огромный дом. И мы пришли в этот дом. И он такой простой. И так с ним хорошо. Я думаю, как же так? Вы человек в таком доме живет? Как он может быть без понтов? Такой простой и доступный, да? Но нам было тогда непонятно. Но на самом деле здесь просто жизнь сама она так располагает. Вы знаете, что мы когда в Истутсвязи учились, у нас поляки были студенты. Мы вообще были там дьетнамцы, поляки. И вот поляки, я им говорю, как вот вам тут? И мне парень говорит, вы знаете, вот вы, ребята, не цените то, что у вас есть. Я говорю, а что у нас есть? Он говорит, ну вот в Польше, например, ты не можешь подойти в коридоре к преподавателю и сказать им там Иван Иванович, там вот вопрос есть. И ты можешь прийти на кафедру и сказать там пан-доцент или там так изобразить из себя, так сказать, понимание твоего, так сказать, сложного положения. Вот. А здесь, говорит, вот у нас лектор, он доктор наук. Он, увидев, что они что-то не поняли, пришел к ним в общежитие, там несколько часов с ними занимался. Действительно сложный предмет был так, электродинамик. Вот. И он говорит, это невозможно, говорит, он в Польше. Это просто невозможно. Ну, в те годы это было, там, 70-е, не знаю, как сейчас. Вот. Так что Америка в этом смысле, мне кажется, такое место, я не знаю. Наверное, есть какие-то люди, у которых понтов много, но это больше от несостоятельности, потому что, когда у него нету чего-то, оно хочет показать, что есть. От комплексов, конечно. От комплексов, конечно. Я уже не помню, когда мы в последний раз сталкивались с чем-то таким, да? Здесь очень народ. В Тельфорнии вообще попроще? Попроще, попроще. В этом отношении. А в Тельфорнии, так и вообще. В Тельфорнии, так и вообще. В Тельфорнии всегда. Понт какой-то. У тебя может быть дом, там, рядом, я не знаю, там Сергеем Брин, например. Или там в том месте, где они все. Вот. Но тогда этот понт тебе очень дорого будет стоить. Да. И в понтах, и в таксах, конечно. Я вам ещё скажу. Насчёт понтов такое есть, что, мы когда строили дом в Лосалтес, очень хотелось иметь дворец. К тому моменту у нас не было дворца. жили мы в россии в общем-то в обычной двухпунктной квартире это самое дикое желание иметь дворец мы построили мы пожили там семь лет мне сейчас дворца не хочется вообще не хочется это с него вот рукой вот так же это так же как мы хотели за дом с бассейном а пожив в доме с бассейном пять часов лет мы поняли что мы не хотим сейчас мне говорят люди вот же вы продали в какой-то чем вы его продали такая красота играми вот сейчас мне это не нужно не может убирать надо приходили убирать на дело в том что вот мне не хочется еще один такой же там пострел еще один дворел не нужно просто сейчас очень то есть просто стены все вот мы друзья на океане у нас тут сцена съемок на океане на двух машинах мы приехали сейчас будем разбираться океан друзья океан говорят стой за забором это не смущает и абсолютно не так сказать мотивирует людей оставаться за забором я цветочки сначала ой слушай действительно пеликаны потрясающе так они зависли прям тут хорошо сожалению солнышко отсвечивает в экранчике и плохо видно так мама друзья тут у нас народ на заборе да друзья вот поместились кадр там да 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 есть есть друзья еще такие вот люди которые могут могут они цветочки смотреть какие какой цвет посмотрите вот эти вот прям умопомрачительно давайте еще на видео еще введем у нас камеры 60 раз увеличивают так где же я предел то ой 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 вот это предел я не знаю хорошо ли видно мы ездим с нашими гостями они снимают красоту ну и мы тоже заодно снимаем красоту что друзья красиво вот там далеко пляж мы видим это такой стоит парк называется natural bridges мы бывали там кто из наших зрителей так и регулярно смотрит они может быть помню это тот самый парк где вот там чуть влево гнездятся бабочки монарх прилетают это те самые друзья mobile home и которые вот смотрят мордой на воду идут по 4 250 месяц платят просто за аренду места то есть неважно уже сколько там сам домик стоит они недорогие там тысяч по 100 а вот тут какое-то интересное растение смотреть вот и вот она идет 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 вверх идет 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 и вот таким безобразием заканчивается ничего себе кустик друзья вы видите клубничное поле а на нем все хорошо светлана и наша съемочная группа все пробуют клубнику я сам с трудом говорю потому что еще не доел одну вид невероятный красное все мы заходили наверное недели две три назад по заходили было не то сейчас самое то я всех приглашаю на это поле давайте друзья специально для вас я съем сейчас вот эту ягоду вот эту ягоду съем специально для вас даже мыть не буду хотя у меня есть собой вода значит сейчас я переверну экранчик чтобы видеть вас так переворачиваю камеру вот я вижу себя где там солнце солнце вон там солнце друзья вот она эта клубника специально для вас ем нибудь с большим удовольствием ем я знаю что вы мысленно с нами на этой грядке как мишка вот такая вот такая житуха вот мы ждем лизу которая переодеться должна а вообще это будет такой китч лиза в красном платье хорошо вот друзья идет съемка вот у нас лиза так хорошо смотрится правда так в платье такой клубничка друзья вкуснятина мой вкуснятина тировщиком на слово зрители все должно быть красиво девушка и клубника и жизнь в целом жизнь в целом а жизнь калифорнии красивая да друзья да велкам хорошо что никто из нас не является бездомным зато мы можем прийти в такое место где бездомным можно помогать вот например красотой которая спасает мир а смотри как вот и так блинка а сделайте пожалуйста вы так умеете да вот так вот красота спасет мир особенно если ее много даже живого кита друзья не каждый день встретишь скелет это нужно прийти в такое место вот мы в таком месте мы в таком месте смотри как вот такая челюсть эти сколько можно наделать бед вот такой челюстью вы можете посмотреть на это сказать немного осталось то от красавца и это правда с другой стороны сколько их красавцев таких что вообще ничего не осталось только воспоминания да и то если задуматься про воспоминания вот он натурализм друзья ну и естественно красота на то и берег океана чтобы красота вот так вот он вот такой вот такой вот такой вот такой вот это и я бы его не заправляла тем что нужно Но если нужно уже дать человеку работу, то мы можем дорезать туда желтое-зеленое яблоко и свежий огурец. Отлично. А все остальное уже нарежено. Хорошо. Но самое главное, самое главное, мы будем делать мясо в кисло-сладком соусе. У нас готовится приготовление пищи.